Девушки отдыхают Более 40 животных заживо сгорели в Семеновском районе. Очередная скандальная история в приюте, которую организовала Инна Родионова. Нижегородка более 6 лет содержала кошек и собак в непригодных для жизни условиях. Кому было выгодно поджигать приют? В Нижний Новгород пришла эра виртуального образования. Золотать пробоины на корабле и выйти в открытый океан теперь можно, не выходя из стен университета. В Нижнем Новгороде Российский хатико нашел семью и самый милый символ Нового года в мире. Чем еще делились сегодня интернет-пользователи. Свою работу в эфире продолжает служба новостей город. Я, Елена Зимитова, приветствую вас. Поговорим о главных событиях в пятнице. И вот с чего начнем. В среду вечером сожгли так называемый концлагерь для животных в Семеновском районе. Шесть лет назад Инна Родионова организовала приют, через который прошли тысячи четвероногих. Но пребывание там для собак и кошек было пыткой. Их не кормили, они жили в холодных клетках и постоянно болели. Из-за недостатка еды животные ели своих же сородичей, которые там погибали от различных инфекций. Зоозащитники и соседи неоднократно обращались к правоохранителям и суд даже принимал положительное решение, чтобы закрыть концлагерь и забрать зверей. Но, несмотря на это, приют продолжал работать. Спонсор темы дня – банкротное бюро номер один. Избавляем от долгов законно. Я поняла, но это вообще не дослабо нервно. Вот такую картину увидели волонтеры, когда приехали на место событий. В концлагере было около 34 вольеров с кошками и собаками. По словам очевидцев, в пожаре сгорели более 40 животных. И это только те, кого удалось разглядеть на пепелище. Выжившие питомцы из-за шока прятались от людей, а часть убежала в лес. Нам удалось связаться с одним из свидетелей произошедшего. Девушка пожелала остаться неизвестной. По ее словам, первое, что она увидела – это обожженная кошка. И увидела очень много шкурок животных, черепа животных. Они, конечно, все черные, все зажженные. Это было ужасно, это было страшно. Я испытала просто страх, такое ощущение, как будто я побывала в самом аду. За шесть лет существования приюта там побывала не одна тысяча животных. Инна Родионова, владелица питомника, каждый день приходила на Большую Покровскую, чтобы собрать деньги якобы на содержание четвероногих. Но, по словам волонтеров, эти средства до зверей не доходили. Их не кормили, и они умирали от инфекции. А некоторых владелица приюта добивала. Горы трупов женщина складывала за территорию и особняка. Кстати, любую помощь, кроме денег, Инна отвергала. Даже несмотря на решение суда, концлагерь продолжал работать. У них реально есть какая-то защита, достаточно мощная, мы считаем, и в правоохранительных органах, и, видимо, юридическая, потому что они смогли решение суда первой инстанции, значит, каким-то образом не выполнить. Инна, она стала набрасываться на волонтеров с ножом, угрожать им. Вот она, как бы, ей все равно, мне показалось, что Инне все равно на этих животных. Потому что у нее ни капли не было ни горечи, ничего, то есть она смеялась. Ну что ты, кого-нибудь, отошла. Это что такое? Ничего. У нее нож в кармане, она мне... Ты что, обалдела, что ли? Нож убери! Девчонки, мальчишки, вы сами провоцируете. Я не знаю. В смысле, мы стояли молчали, вы издеваетесь? По словам правоохранителей Семеновского района, сейчас ищут виновников поджога. Инна уже написала заявление, но она утверждает, что именно по вине зоозащитников ее приют сожгли. Ну, конечно, моя вина в том, что как бы нужно было какое-то другое место. Ну, как бы, другое место уже найдено. Надеюсь, что там не будет животным опасность угрожать, как в этом каменном враге. Кстати, буквально на днях, 19 декабря, Госдума приняла новый закон о защите прав животных. Если раньше законодательство не разделяло понятие домашние животные и приют, то теперь все изменилось. И по новым правилам за подобное содержание зверей можно сесть в тюрьму. К другим темам. Население Нижнего Новгорода уменьшается. Какие прогнозы дают аналитики и когда ждать демографической стабильности, расскажем в рубрике «Короткой строкой». Население города за 18 последних лет сократилось на 6%. Помимо высокого процента миграции, важную роль сыграла смертность, которая превысила рождаемость примерно на 10 тысяч. По прогнозам аналитиков, показатели сравняются только к 2030 году и далее численность населения станет стремительно расти. Напомним, что на данный момент в городе проживает 1 миллион 259 тысяч 13 человек. Нижегородцев обяжут соблюдать тишину с 8 вечера. В выходные дни жители многоквартирных домов могут шуметь до 22.00. Также законом предусмотрен ежедневный тихий час, в который также нельзя громко включать телевизор, сверлить и петь. Нижегородцы восприняли поправку неоднозначно, ведь теперь за нарушение покоя придется заплатить штраф от 500 рублей до 5000. Логотип Нижегородского торпеда признан одним из лучших в мире. В рейтинге, составленном авторитетным американским спортивным журналом, команда из Нижнего Новгорода заняла почетное пятое место. При этом фанаты сами выбрали победителей. Первое место занял брутальный бульдог команды Newfoundland Growlers. Следом идет студенческий клуб Stetson Hatters. А среди новоиспеченных гербов торпеда занял безоговорочное первое место. В связи со строительством новогодней ярмарки парковка от Театральной площади до проезда между домами номер 10 и 12 по улице Пескунова будет запрещена. Припаркованные машины, оставленные на этом участке, эвакуируют. Напомним, что такие рождественские ярмарки установят во всех восьми районах города. Новые электрички появятся в Нижегородской области. Первый запуск современного электропоезда прошел сегодня на Горьковской железной дороге. Наша область стала одной из первых, кто обновил подвижной состав, который до этого служил региону 27 лет. Пять ветхих электричек в феврале следующего года уйдут на заслуженный отдых. Вместо них пассажиров порадуют новые составы. Они состоят из четырех вагонов, каждый из которых вмещает 116 человек. Всего в час пик электричка будет перевозить более 500 пассажиров. Современные вагоны имеют просторные тамбуры, информационное табло, площадки для велосипедов, а также навигацию для слепых людей и подъемники для инвалидов-колясочников. Отечественное производство электропоезда будут отличаться совершенно новыми, нового качества характеристиками. Это и система кондиционирования, это система видеонаблюдения, это более эргономичный, более просторный салон. Поезд будет курсировать по пригородным и городским маршрутам. Увидеть новый вагон уже можно на Сормовской и Приокской линиях в Нижнем Новгороде, а также в Заволжском направлении. К финансовым новостям. Нижегородская область получит федеральные средства на здравоохранение. Приоритетными статьями расходов будут онкология. Это направление получит 220 миллионов и транспортировка тяжело больных – 20 миллионов рублей. Подробнее о других новостях из мира финансов далее. В новом году в распоряжении россиян появится новый вид оплаты. Таким образом, списать деньги можно сразу с номера телефона без участия банковской карты. Такое нововведение может оказаться революционным. Оно предполагает значительные изменения в банковской системе. Также ее содержание станет менее затратным. Самые высокие зарплаты оказались у программистов. IT-специалисты могут претендовать минимум на 48 тысяч рублей. На втором месте оказался транспорт и логистика, где сотрудники получают от 40 до 70 тысяч рублей. Тройку замкнула сфера производства, где максимальная плата труда составляет 66 тысяч. Также отмечен рост зарплат почти на 7% у врачей. Маркетологи и рекламщики получили прибавку в 6. Цена за нефть продолжает стремительно падать. Аналитики опасаются, что опыт 2014 года, когда черное золото обесценилось на 33%, может повториться. Сейчас цена за баррель снизилась на 6%. Ситуацию усугубила массовая продажа акций, из-за чего падения ускорились. Стоит отметить, что ситуация на мировом рынке может привести к общему спаду экономического роста. По данным Центробанка, курс американской валюты на субботу 68 рублей 0 копеек, европейская – 77 рублей 97 копеек. Цена за баррель нефтимарки Brent – 53 доллара 36 центов. Эра виртуального образования наступает в столице Приволжья. Сегодня, в 88-й день рождения Водной академии, местные разработчики презентовали современный тренажер. Как изменится обучение студентов и какие инновации еще ждут Нижний Новгород, разбиралась Анна Колпаева. Тренажер помогает быстрее освоить теорию на деле и скорее приблизиться к практике. Золотать пробоины, выйти в открытый океан и познакомиться с инструментами теперь можно, не выходя из стен университета. Месяц назад технологию нижегородских новаторов признали в столице, а уже сегодня наши студенты начинают курс обучения по новым технологиям. Тренажер очень классный. Конечно, в первый раз было сложновато, но теперь я научился и могу совершенствовать свои навыки. На разработку программы ушел год. Над ней трудились три человека, а вот для ее установки требуется совсем немного. Достаточно иметь ноутбук, джойстик и шлем виртуальной реальности. Разработчики обещают, что не только речники будут обучаться виртуально. Например, уже создаются программы по борьбе с пожарами и для оказания первой медицинской помощи. Вскоре тренажерные комнаты появятся в каждом специализированном университете не только нашего города, но и страны. Для того, чтобы переместиться на аварийное судно, мне достаточно просто одеть очки виртуальной реальности. А вот получится у меня золотать пробоину или нет, прямо сейчас увидим на экране. Как оказалось, заниматься на новой платформе не так-то просто. Новичку придется не только быстро сориентироваться и не дать затонуть судну, но и сохранить холодный ум, четкость действий и не потерять бдительность. Академия водного транспорта объединяет шесть городов и уже более 80 лет выпускает лучших специалистов. Новые мультимедийные технологии – это не только шаг в будущее, но уверенность в том, что после такой практики будущие транспортники будут уверены держаться на плаву. Анна Колпаева, Иван Масов, Служба новостей, Город. Далее информация от наших партнеров и вот о чем пойдет речь во второй части выпуска. Ребенок чуть не погиб на пешеходном переходе. ДТП произошло в Автозаводском районе. Благодаря быстрой реакции водителя удалось избежать трагедии. Два миллиона рублей за травмы. Пострадавшие в аварии в Иксе пассажиры автобуса могут получить компенсацию. Куда обращаться и что делать для оформления выплат. Егор Крит в Нижнем Новгороде российский хатико нашел семью и самый милый символ Нового года в мире. Чем еще делились сегодня интернет-пользователи. Вы смотрите Служба новостей Город и мы продолжаем. В Заволжье 15-летний подросток неделю жил с трупом в семье из трех человек. Умер отец, но его жена решила не хоронить труп, а напротив, запретила их сыну рассказывать о гибели родственника и заставила мальчика целую неделю жить с мертвецом в одной комнате. Сама 45-летняя женщина пила спиртное. Вскоре прокуратура Городецкого района узнала об этом случае и женщину приговорили к 200 часам обязательных работ. О других криминальных новостях расскажем в рубрике «Место происшествия». Молниеносная реакция водителя 69-го автобуса спасла ребенка от гибели. В микрорайоне Юг на автозаводе школьник, который возвращался с учебы, начал переходить, а точнее, перебегать дорогу по зебре в то время, когда ехал автобус. Мужчина, который находился за рулем общественного транспорта, затормозил, но все-таки задел школьника. Мальчик упал на проезжую часть, но после этого встал и убежал. Серьезных повреждений ребенок не получил, только испугался. Если бы водитель затормозил на несколько секунд позже, все могло бы закончиться гораздо серьезнее. А вот ДТП, которое случилось на улице Полтавской, завершилось смертью 64-летней женщины. Водитель сдавал назад, но не заметил женщину, которая шла через дорогу. Когда 43-летний мужчина почувствовал толчок, он вышел из машины и вызвал скорую. Но после того, как медики увезли пострадавшую, подозреваемый уехал и решил не рассказывать сотрудникам ГИБДД о происшествии. Женщина умерла в больнице, а водителя смогли опознать по камерам наблюдения. Сейчас ему грозит до пяти лет тюрьмы. В пятницу днем на проспекте Гагарина столкнулись автобус и «Газель». По словам мужчины, который находился за рулем большегруза, когда он понял, что аварии не избежать, начал тормозить, но не справился с управлением. Удар о заднюю часть автобуса был настолько сильным, что у грузовика сплющила дверь. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Причины ДТП уточняются. Спасибо, 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 спасибо. А вы что ругаетесь, девушка? Вот так вежливый кондуктор Нижегородского автобуса отвечает на скромную просьбу пассажира вернуть деньги за поездку. Но не из-за того, что его не устроил сервис в транспорте, а потому что автобус не доехал до места назначения и сломался. Но вместо денег на мужчину посыпалось хамство, причем от всех работников автобуса. Ну, в смысле никто? Вы работаете? Дед Пихто. Дед Пихто? Да, хорошо. Да, к такому обслуживанию пассажирам нужно быть морально готовым. Продолжаем. Пострадавшие пассажиры в Иксе, где автобус въехал в дерево, могут получить компенсацию до 2 миллионов рублей. Напомню, авария произошла 18 декабря вечером. Водитель автобуса потерял сознание прямо за рулем. Из-за столкновения пострадали 13 человек. Сам виновник аварии находится в больнице с многочисленными переломами. По словам автоюристов, получить компенсацию может любой пассажир общественного транспорта, попывавший в ДТП, так как его жизнь автоматически застрахована перевозчиком. При этом пострадавший может не иметь серьезных травм. При повреждении имущества полагается выплата до 23 тысяч рублей. Для того, чтобы получить деньги, необходимо забрать документы из ГИБДД об аварии, позаботиться, чтобы лечащий врач внес в историю все платные процедуры и препараты, проследить за тем, чтобы был поставлен точный диагноз, так как от него будет зависеть размер выплат, и сохранить все чеки на лекарства. После обратитесь в страховую компанию перевозчика со всеми документами. Ко всему прочему, пострадавший может получить компенсацию за то, что он не ходит на работу из-за травм. Для этого нужно предоставить сведения о средней заработной плате и выплаченном больничном. А если вы предприниматель, упустивший выгоду, например, из-за аварии, не заключили сделку, вам обязаны вернуть деньги и за это. Первый городской продолжает набор во второй поток детской школы телевидения. Каждое новое занятие уникально. На одном маленькие ведущие учатся держаться перед камерой, на другом снимают настоящий сюжет, а на третьем ведут прогноз погоды. Уже после новогодних праздников стартует обучение новых участников. Поторопитесь, осталось всего два места. На последнем занятии школы ТВ детям показали, как тренировать дикцию. Опытные журналисты рассказали, как избавиться от слов паразитов, как выразительно говорить и что нужно делать для того, чтобы зритель не мог оторвать от ведущего глаз. Организаторы детской школы телевидения уверены, что каждый ребенок уникален и обладает особыми талантами. Но для того, чтобы раскрыть их, нужно заниматься. Мы научились писать сюжеты, записывать стендапы, интервью брать. Я очень сильно хотела попасть в школу телеведущей первого городского, потому что я очень сильно хочу стать телеведущей. Я люблю брать интервью, потому что мне очень нравится узнавать о людях новое. Здесь дети погружаются в настоящий мир журналистики. Узнают, как делаются новости не на теории, а на практике. Набор в новый поток школы телевидения почти завершен. Осталось всего лишь два места. Если вы хотите дать своему ребенку бесценный опыт и увидеть его по телевизору, звоните по телефону 8 905 36 02 35. Егор Крит в Нижнем Новгороде, российский хатико и самый милый символ Нового года в мире. Чем еще делились нижегородцы, расскажем прямо сейчас в пятничной подборке социальных сетей. Нижегородцы не могли пропустить хит этого года и придумали свой кавер на песню Егора Крида. Ребята сняли клип и отправили картонного артиста гулять по городу. Мы уже оценили творчество. Вы тоже можете ставить лайки за креативный сюжет. Все в наших руках, подумали жители пятиэтажки и украсили свой подъезд. Соседи дружно вешали картины и занавески, а теперь по очереди поливают цветы. Только посмотрите, в таком доме и жить одно удовольствие. 27 декабря в оперном театре Нижегородцы встретятся с Вакулой, Оксаной и Солохой. Гоголевские герои выступят под музыку Чайковского. А с 28 по 30 декабря завершать афишу года будет балет с вековой историей «Щелкунчик». Все спектакли начинаются в 6 вечера. Российский хатико нашел свой дом. Арчи высадили на остановке рядом со старым поселком. Пес не отходил от своего места и преданно ждал бросивших его хозяев. И дождался. Правда, новую семью. Теперь он живет в тепле и уюте с новыми друзьями. Это Джузеппо, мини-символ наступающего года. Розовая хрюшка не только радует хозяйку своим задором, но и выполняет команды. Джузеппо передает привет всем пользователям и желает счастливого Нового года. Каждый день наши съемочные группы выходят на улицы города и интересуются тем, что хорошего произошло в вашей жизни. А теперь за самые позитивные и интересные новости мы дарим подарки – билеты в цирк на новогоднее пингвишоу «Ласта Рика». Спонсор хороших новостей – индийская ярмарка «Экзотика Востока». Вчера Николаевичу дотвориться был праздник. Вот ходила в церковь. Вот приехал своей супругой на выставку сюда. Мы с ней участники выставки. Приятно побыть с женой вдвоем. Там уже дома суета и внуки. Сань, понимаете, всякие житейские дела. Я написала курсовую по экономике. Вроде бы, наверное, сдала ее практически. Готовимся к следующей сессии. Я купил автомобиль, обновил. Большая радость. Мой муж лежал в больнице. Ему была операция. Довольно сложная операция. Прошла успешно. Послеоперационный период прошел отлично, хорошо. И он уже сейчас выписался из больницы, находится дома. И в конце выпуска о погоде. И не только. Юные нижегородцы подготовили поздравления с Новым годом. Что ожидает нас завтра, расскажет Саша Тараканов. Всем привет. Меня зовут Саша. Сейчас я расскажу вам, какая будет погода в субботу. Днем будет минус 11. Одевайтесь теплее. Вечером будет холоднее. Чтобы не замерзнуть, больше двигайтесь. Катайтесь с горки и играйте в снежки. Ведь снега очень много. Пусть в окошко постучится. В полность добрый Новый год. Всем мечтам поможет сбыться. Счастье радость принесет. Я передаю привет папочке, мамочке, дедушкам и бабушкам и моим друзьям. На этом выпуск завершен. Желаем вам отличных выходных. Увидимся в городе.